всем привет в данном ролике мы с вами разберем подключение сети и генератора к инвертору вообще большинство людей почему-то считает что в принципе любой генератор можно подключить к инвертору а именно к инвертору на вход то есть есть такие инверторы которые питаются не только от аккумуляторов до преобразуя постоянное напряжение в переменной 220 а есть которые могут дополнительно работать с входным напряжением от госсети соответственно таких инверторов вот на данной схеме да мы можем наблюдать что есть возможность входа как с генератора так из городской сети линии в инвертор соответственно инвертор может работать либо от госсети обычно в таких аппаратах либо же от аккумуляторов преобразуя солнечную энергию либо ветровую энергию в 220 и тем самым вы можете ей пользоваться соответственно можете экономить на госсети можете заряжать аккумулятор и напрямую питать скажем бытовые приборы но сегодня речь пойдет не об этом речь пойдет о генераторах большинство людей почему-то думают что вот я ничего такого не хочу сказать просто вот реально большинство людей на сегодняшний день до сих пор думают что если выходит с генератора бензинового дизельного неважно газового 220 вольт соответственно это напряжение можно смело подавать либо на вход инвертора это раз либо же выход инвертора если у него нет входа 220 вольт совмещать с выходом инвертора 220 вольт то есть этого делать нельзя на большинстве инструкции у большинства инверторов у большинства вообще сложных приборов есть такая вещь руководство пользователя либо инструкция по эксплуатации соответственно вот в данном случае мы разбираем схемку принципиально подключение устройств конвертору силе да ну речь идет не только от силе это достаточно большинство современных устройств имеет такую картинку и поэтому я решил записать такой ролик чтоб типа чтоб вас немножко наставить на пусть истинный чтоб вы не сделали ошибок и так разбираем просто солнечные городскую сеть соответственно инвертор откидываем у инвертора есть у нас вход для аккумуляторов соответственно подключается куда аккумуляторы в инверторе есть вход куда подключается солнечный солнечный тут не нарисован ветрогенератор соответственно с ветряком этот инвертор работать не будет до контроллер здесь обычный в данном случае это pvm но тем не менее с ветряками он работать не будет рискуете спалить все дело в том что напряжение светор генераторов идет непостоянно если солнечных батарей есть предел например для 12 вольт это 21 24 вольта до холостой режим то для ветрогенератора от 0 и например до 40 чем-то вольт соответственно многие инверторы многие контроллеры либо сгорают либо уходят защиту поэтому сразу отпадает что вот сюда нельзя подключать ветрогенератор это раз дальше у данного инвертора есть вход 220 именно непосредственно от городской электросети вот отсюда у нас идет подключается вот сюда есть заземление заземление у большинства приборов можно подключать но в принципе большинство людей от него отказываются но в принципе я бы рекомендовал если у вас все бьется током соответственно лишний отвод на землю с прибора меньше повреждения током то есть у вас ничего бить не будет и прибор останется целом поэтому тут уже на ваше усмотрение хотите ли вы чтоб вас током не било и прибор прослужил дольше ставьте заземление по надеетесь на авось не ставьте заземление я надеюсь на авось и на заземление на свой страх и риск ни у одного прибора не устанавливаю потому что на втором этаже мне влажность низкая и прибора током не бьются а вот если бы я ставил систему на первом этаже где влажность повыше там к сожалению мне пришлось бы это делать насчет заземления тут решает каждый сам и так далее под 8 . у нас выход с инвертора непосредственно то есть преобразована напряжение либо напряжение с госсети выходит у нас в зависимости от режима выбранного на инверторе непосредственно на вывод 8 220 вольт то есть 7 это у нас вход 220 вольт 8 выход 220 вольт то есть в принципе так визуально разобрались соответственно здесь в инструкции все это написано можете также почитать это будет полезно принципе для всех инверторов подобная инструкция одинаковая ну либо приближенные максимально друг другу смысл один и тот же и так что же тут почему генератор почему можно подключать с генератора на инвертор на сегодняшний день большинство генераторов даже люди не знают что имеют разные выходные сигналы даже если написано чистый синус чистого синуса там может быть даже и не пахнуть пока не подключишь нагрузку это раз во вторых большинство людей не знает что большинство генераторов например достаточно бюджетных лет древних очень большой разброс имеет по выходной сети то есть если у них выход 220 идет это не факт что там идет 220 на выходе там может быть и 270 и 300 вольт кратковременно до при запуске или прогреве либо же еще меньше то есть подключаем нагрузку напряжение должно у нас уравняться то есть вот это вот очень важно знать поэтому большинство и просто не подходит для того чтобы мы с генератора то есть там же еще кстати если кто не знает да карбюратор подкрутишь да или крутящий момент увеличишь и трендос начинается с напряжением то есть большинство об этом даже не задумывается многие думают купил какой-нибудь бушный генератор за копейки подключил к силе силу поставим на зарядку пока генератор там через силу питает нагрузки дополнительно еще сила будет на типа заряжать аккумулятора когда солнца недостаточно к сожалению эта схема решена смысл а потому что генератор который позволяет нормально выдавать чистый синус непоколебимо стоит очень дорого дороже этого самого инвертора в 2 в 4 в 6 и более раз в зависимости от мощности и опять таки чистый синус чистый синус очень дорогость на сегодняшний день стоит поэтому делаем вывод что данный генератор любой почти генератор который мы можем подключить к данному прибору не имеет под собой смысла потому что мы рискуем спалить инвертор мы рискуем что у нас повредится оборудование но опять-таки очень много деятелей которые говорят что от бензинового генератора или от дизель генератора который выдает модифицированный синус непонятного происхождения до большинство приборов будет работать да он они будут работать у кого-то работают очень долго да у кого-то сгорают буквально в считанные часы а у кого-то неделями работают а у кого-то сгорает вот поработали на генераторе до потом какое-то время постояли и подключили к сети и они от сети сгорели и большинство людей либо не признается в этом либо начинает рассказывать сказки либо придумывают какие-то свои домыслы что типа электрики во всем виновата тут очень много нюансов нужно понимать вообще строение преобразователей в этих приборах и как напряжение которое выходит с генератора влияет на эти приборы соответственно все генераторы разные наматывают их по-разному но смысл один и тот же большинство генераторов должны иметь чистый синус 50 герц ну и чтобы закрепить наш нашу полученную информацию давайте теперь посмотрим почему же нельзя подключать обычный генератор к инвертору для этого стоит открыть нам где-то вот последнюю страничку у нас характеристики указаны инвертора и так тип входного напряжения синусоидальная сеть или генератор соответственно понятно что только чистый синус никаких подобий синусов подключать нельзя это раз номинальное входное напряжение это рекомендуемое постоянное напряжение которое должно находиться на уровне 230 вольт можно соответственно больше можно меньше но суть такая лучше чтобы это напряжение было в районе 230 вольт большинство генераторов при запуске могут зашкалить я еще раз повторяю до 300 вольт на питание от сети по верхнему напряжению 270 вольт то есть видим при 280 верхний порог входного напряжения это у нас уже срабатывает защита на 175 вольтах на нижнем пороге срабатывает также защита и инвертор питается только от акб в данном случае во втором случае при верхнем пороге при превышении 280 вольт 275 вольт срабатывает также защита и переходит инвертор на работу от акб когда напряжение нормализуется он соответственно возвращается на питание от госсети если есть такая потребность опять-таки это все программируется максимальное входное напряжение которую выдерживает данный инвертор составляет 300 вольт без повреждения в защите то есть если она будет 300 это он может выдержать может уйти в защиту а если будет например 301 но тут уже как карта ляжет соответственно тоже нужно это учитывать теперь чтобы не быть сильно голословным давайте все таки включим мозг и подведем маленький итог если вы не уверены и у вас нет приборов подтвердить то что ваш генератор способен выдать нормальное напряжение в диапазоне от 180 до 270 вольт не больше не меньше да соответственно не рекомендуется его подключать конвертеру сила если он имеет не чистый синус который также можно проверить только цифровыми приборами наподобие осциллографа соответственно тоже не рекомендуется его подключать дабы избежать выход из строя оборудования все остальное в принципе должно срабатывать и работать и жить но настоящее время у нас очень много продается бензодизель газ генераторов которые написано что чистый синус но подключаешь к нему приборы и напряжение там к сожалению даже близко к чистому синусу не подходит имеет ступеньки а это для инверторов недопустимо и так закрываем эту штуку и посмотрим как это все дело должно у нас подключаться а теперь рассмотрим давайте подключение инвертора самое простое подключение инвертора на примере силы до либо подобных других инверторов у данного инвертора вот его изобразил снизу есть вход 220 выход 220 заземления вход батарей соответственно вот и изобразил две батарейки вход солнечных батарей потому что у данного инвертора встроенный контроллер заряда от солнечных батарей которому соответственно вот сюда нельзя подключать ветрогенератор напряжение соответственно ветряка к сожалению другие если солнечные батареи у нас выдают постоянное напряжение изменяя ток то ветрогенератора может выдавать в большом диапазоне входное напряжение и тем самым вы можете просто спалить контроллер в самом инверторе и у вас он просто работать не будет может быть повезет и инвертор его будет обходить потому что это как бы дополнительное оборудование до который устанавливается в инверторе он может в обход работать данного контроллера но в большинстве случаев лучше этого не допускать и поэтому я не рекомендую использовать в дорогостоящие вещи да не по назначению поэтому здесь я даже говорить об этом не буду что сюда можно подключать ветряк то есть нет на вход пв и мы подключаем именно напряжение солнечных панелей солнечной панели подключены последовательно то есть в данном случае система на 24 вольта солнечные панели подключается минус контроллеру минус к солнечной панели потом плюсовая солнечной панели идет к минусу солнечной панели и от плюса солнечной панели у нас идет плюс к солнечной панели пв контроллера инвертора и так далее у нас есть вход 220 вход 220 госсеть либо нормальная сеть которая соответственно как мы уже поняли по инструкции не превышает порог в 300 вольт это когда срабатывает защита и есть вероятность что инвертор еще не сгорит но уйдет защиту соответственно 270 вольт не должен быть входной порог соответственно если вы уверены в этом подключаете к вашей госсети или к другому источнику чистого синуса по входу инвертора соответственно большинство людей почему то берет вот это вот оборудование которое имеет также зарядное устройство и использует его для заряда аккумуляторов разряжая аккумуляторы в ноль я этого тоже не рекомендую делать об этом я расскажу в будущих выпусках так скажем этой новой передачки и вот у нас обычная с вами система получается вход 220 и заземление заземление я рекомендую устанавливать всем вообще всем рекомендую устанавливать но у меня его нету потому что у меня оборудование находится на втором этаже моего деревянного дома соответственно если на первом этаже у меня бы она установлена была там там бы я точно бы поставил заземление потому что там у меня бьется все током здесь же такой проблем у меня нет и она просто отпадает здесь у меня заходит сразу солнечные батареи на втором этаже идут в инвертор идут в контроллер заряда все это заряжает вторая у меня система кстати тоже как-то у меня спрашивали тоже выход идет вот такого вот плана да и солнечные тоже то есть вот так вот можно подключать и вот такого плана у меня на втором этаже стоит система два контроллера один контроллер МППТ другой ПВМ сила две системы задействованы на одном банке аккумуляторов и вот эта вся система вот таким вот образом у меня работает выход 220 у меня соответственно раздача по дому как можно реализовать этот инвертор например в частном доме если бы мощность его была достаточная для ваших потребителей вообще в сумме сумма потребителей ваших не превышает мощность инвертора в данном случае это 2,4 кВт но так как у меня печка электрическая у меня эта мощность превышается у меня есть какие-то водонагреватели которые я включаю периодически и выключаю соответственно мощности мне это не хватает но для питания холодильников какой-то электроники вполне за глаза ну давайте допустим если бы у меня была газовая печка и котел который у меня на дровах грел бы воду тогда бы мне вот этого чудо дабы хватало тогда бы я следующим образом это сделал входит госсеть на электросчетчик с электросчетчика идет у нас два провода на инвертор силу на вход с выхода инвертора силы два провода у нас уходит в распределительную коробку в распределительной коробке я бы разделил розетки на силовую часть то есть мощные потребители и например отдельно свет отдельно свет я бы прям вывел бы напрямую теперь давайте рассмотрим как же можно подключить генератор к дому если мы не понимаем что это и как его и вдруг он спалит у нас с вами инвертор ну соответственно генератор подключается к дому отдельно вот здесь например на входе вот этого выходе вернее счетчика можно установить датчик который будет сигнализировать либо включать генератор заодно этот же датчик может переключать какие-то силовые нагрузки силовые нагрузки с инвертора отключать отсюда и переключать их на пример именно с инвертора вот с этого инвертора переключать на генератор то есть свет при этом остается например питаться от инвертора силы с ЭКБ то есть у нас полноценная система в принципе запасы электроэнергии у нас всегда есть то есть в таком исполнении вот эта система в принципе жить будет без проблем но если же мы генератор подключен например, есть такие деятели, которые пытаются подключить выход с генератора вот сюда вот на розетку, выход с инвертора вот сюда же на розетку, то есть все это вместе на розетку, и думают, что так работать будет. К сожалению, ребят, так работать не будет. Во-первых, ноль фаза у нас вот здесь вот может отличаться от выхода инвертора, это раз. Во-вторых, у нас есть обратка. То есть вся обратка может долбануть, и в большинстве случаев инвертор уходит в защиту. А если нет, то инвертор выгорает. То есть поэтому так делать нельзя. Для этого и нужна вот такая вот инструкция. У кого-то она толще, у кого-то меньше, но суть от этого не меняется. То есть инвертор у нас должен иметь отдельный выход, и генератор у нас не должен никак сопрягаться с инвертором. Если вы, опять-таки повторюсь, уверены, что у него выходит чистый синус, прям 50 Гц, напряжение 170, надо было 175-270 Вольт, то да, вот тогда вот такую штуку можно подключить на вход инвертор. Но опять-таки вам потребуется вот это вот дело постоянно переключать. То есть вход 220 на выход 220 с генератора. Соответственно, тоже могут произойти какие-то нюансы. Вообще, как я советую поступать в том случае, если нет госсети, инвертора у вас на основные нагрузки не хватает, просто оставляете инвертор на питание, например, освещение. То есть госсеть в него ходит, какие-то нагрузки питаются, плюс освещение. Госсеть отключилась, нагрузки, соответственно, у вас отключились, потому что у вас сигнализируют, да, о том, что госсеть отключена, да, вы пошли и все подключали, завели генераторы, и на генератор уже нагрузки силовые подключили. А на вот эту всю систему также и оставили свет. В большинстве случаев свет проживет минимум там, ну, в зависимости, опять-таки, от емкости аккумуляторов достаточно долго. Как-то вот так вот. Не знаю, пытался очень долго-долго прям это все рассказывать, разжевывать. Если что-то непонятно, могу переснять. Удивительно, но на сегодняшний день очень много информации в интернете, да, а до сих пор люди делают такие глупые ошибки. То есть выход с генератора соединяет с выходом инвертора по 220. Опять-таки, вот смотрите, большинство генераторов, если вы не знаете, имеют возможность зарядки аккумуляторов. Но вот если подсчитать внимательно, зарядка аккумуляторов с генераторов осуществляется только автомобильных аккумуляторов. Если же вам надо заряжать с генератора гелевые либо АГМ аккумуляторы, либо еще какие-то аккумуляторы, нужно специализированное зарядное устройство. Опять-таки, если у вас выходит нечистый синус, в большинстве случаев это устройство либо подгорит, либо сгорит. То есть, блин, вот получается какой-то прям замкнутый круг. То есть, не знаешь, как пользоваться, и вроде и хочется, вроде бы и написано, да, а на самом деле получается совершенно то, что зажат ты со всех сторон, и нужно подходить к выбору оборудования, для того, чтобы это все дело в симбиозе работало, достаточно ответственно. Поэтому, если вы не будете подходить к этому ответственно, долго ничего не проживет. Провода, соответственно, экономить на них нельзя. Аккумуляторы, соответственно, на них экономить нельзя. Разряжать аккумуляторы, допускать, чтобы они разряжались в ноль, в ноль это, ребят, не ноль. Ноль это минимальное напряжение. Например, для автомобильных аккумуляторов напряжение 11,7 вольт это ноль. Ноль. Есть старые автомобильные аккумуляторы, где 10,7 вольт это ноль. Соответственно, если вы допускаете разряд в ноль, именно на один аккумулятор, в данном случае 24 вольта, да, допускаете разряд именно в ноль, то есть 11,7 умножить на 2, 10,7 умножить на 2, это по паспорту аккумуляторов надо смотреть, то количество циклов таких аккумуляторов обычно 50-200, то есть 50 раз, то есть 50 дней до 200 дней, тут уже как вам повезет, вы можете всего лишь до этого значения их разрядить. Ну, обычно там даже вот сейчас современные от 20, даже до 100, вот где-то вот так вот. Поэтому мы и говорим, что разряжать аккумуляторы до нуля не стоит. Но опять-таки мы про это вернемся в будущем. Я надеюсь, данный ролик будет кому-то полезен. Ну, суть заключается в следующем. Генератор лучше не объединять с инвертором, а заставить это все дело работать отдельно. Инвертор на свет, генератор на силовые нагрузки. Вот как-то так. На этом я прощаюсь с вами. Всем удачи, всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова